Российскую классику иномарки эконом-класса они не жаловали. Предпочитали машины подороже. В Рязани владельцы сразу нескольких премиальных автомобилей стали жертвами воров. Сам транспорт остался нетронутым. А вот то, что было внутри, забрали злоумышленники. Нелепое оправдание криминального трио сразу после задержания в материале Елены Бабаевой. Мужчина, который крутится у дорогой иномарки, не её владелец и даже не водитель. Но он в два счёта вскрывает дверь машины и забирает оттуда ценности. Помогали ему обычно двое подельников. В марте этого года в Рязани злоумышленники похитили из внедорожника, который был припаркован у одного из торговых центров, 1300 долларов США и 35 тысяч рублей. 12 июня были совершены ещё два похожих по почерку противоправных деяния. В одном случае с салона дорогой иномарки похищено 20 тысяч рублей. Во втором — золотой перстень. Хозяин одной из иномарок заметил похитителей, но они успели скрыться. А вот от полиции злоумышленникам уйти не удалось. Благодаря кадрам уличных камер видеонаблюдения, стражи порядка вычислили автомобиль, на котором мужчины покинули место одного из преступлений. На нём подозреваемых и задержали. Меня подвозили. Подвозили? Да. Автомобиль БМВЧ ваш? Нет. Ранее судимый? Нет. Задержали, за что знаете? Нет. Подельника задержанных мы не показываем в интересах следствия. Сколько всего автокраш совершила криминальное трио, стражи порядка сейчас выясняют. Гелена Бабаева, Петровка, 38.